ну вот урожай рукколы шпината и редиски это еще не вся редиска там еще растет собраны и отправляюсь все перемывать и готовить к хранению всем привет на улице опять дождь а я пришел в теплицу собирать урожай такой замечательный у меня вырос шпинат оставлять его дальше не вижу смысла иначе он станет жестким и невкусным сейчас все уберу в том числе и рукколу она такая большая помой все шпинат заморожу а рукколу отправлю на хранение в холодильник но за недельку и и с хомячим я думаю за это время с ним ничего не случится в холодильнике помыть папа обсушить и холодильник убирать буду вместе с корешками дома их обрежу процессе помывки и несколько растюшек шпината оставлю на семена давайте выдернем вот такие замечательные растения сочные мощные главными здесь убрать все без травы земля фиг с ним прямо так корешок буду отрезать все остальное в пищу там наверное редиска уже подошла последний раз смотрел была достаточно крупная ну и заодно освобожу помидорки от они здесь уже полностью погрузились вот в редиску в рукколу шпината если можно увидеть здесь уже завязывается семенная вот он семенной этот отросток который будет цвести в последующем даст семена замучу сегодня пироги со шпинатом его кстати здесь немного тоже быстро уйдет еще на улице у меня часть посажены красотища такая полезная вкусная красота у рукколы какие листья все из-за навоза которого здесь в избытке так пора оставлять какую-нибудь растение наверно штуки 4 оставлю семян одного будет предостаточно у них много семян пусть будет так вот здесь две штуки оставлены семена еще вот это растение крупная нет этот я выберу а вот здесь вот уже выкинул стрелку с семенами видите в принципе она еще мягкая и сочно можно кушать но я пожалуй и оставлю растет с этого края подбергиваю никогда не выращивал шпинат оказывается это просто и быстро растет он примерно не 25 и готов к сбору так здесь растет помидор поэтому вокруг него я уберу шпинат этот оставляем что стоит этот оставим этот вот это уберем все семян будет достаточно вот так осталось вот это растение это растение и вот здесь два теперь уберем рукколу и здесь немного вот эти две растюхи я оставил на семена помимо тепличную шпината я уже говорил не на улице растет на улице также оставлю такая получилась кастрюлю зелени свежайший и руккола вот такая большая хапка теперь перейдем к редиски и и здесь лес просто надо выдергивать крупную вот она уже можно кушать помельче оставим пусть подрастает и здесь много редиска хранится очень хорошо и долго ее помыть положить в пакет и убрать в отдел для хранения овощей и она может лежать там месяц наверное чем плюс посадки в теплице тем что редиска чистенькая никем не покушенная аккуратно и на улице часто ее червяки едят скорее всего проволочек помидорки освободились от зеленого плена сейчас повыдергиваю крупную все а мелочь оставлю на подрастание сегодня обещают заморские у нас мчс присталось сообщение что до минус двух вот я в этой не особо верю погода пасмурная обычно мороза мороза бывает когда он как красавица тут разные сорта мне было несколько пакетов я все перемешал и особо не вспоминал не это не надо что длинная редиска что круглая разница некоторая вот идет в цвет потому что что шпинат что редиска они не любят длинный день и сильное тепло из-за этого качество урожая резко ухудшается средистки зелень можно принципе тоже кушать салатах кто любит может это делать я ее не ем хотя в ресторанах порой подают салаты средистки прям с листьями так видео приостанавливаю продолжу выдерживать из редиски сегодня сделаю весенний салатик огурцы редиска яйца зеленый лук у меня его тоже в избытке и укроп правда свежего укропа у меня пока не выросла он еще маленький а вот заморожены еще есть промытый шпинат вместе с черешками с такими они мягкие сочные я нарезаю соломкой шириной примерно 1 2 сантиметра и далее отправляю бланшировать нарезанный шпинат отправляем в кипящую подсоленую воду на одну минуту чтобы он обмяк и в дальнейшем было удобно с ним работать бланшированный шпинат откидываем дуршлаг даю ему чуть-чуть стечь и сразу перекладываем холодную воду чтобы он остыл и сохранил свой зеленый цвет одну минуту держим в холодной воде потом на дуршлаг формируем удобные для вас кусочки и замораживаем в холодильнике всем пока